Беспилотник атаковал здание МВД под Белгородом. Инцидент произошел ночью в поселке Майский. Об этом сообщает Униан с ссылкой на российский телеграм-канал «База». По предварительным данным, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции. Отмечается, что на месте работают экстренные службы, а жертвах данных пока нет. Тем временем, местные жители публикуют кадры из поселка. Почти неделю в Белгороде и области настоящая паника. В регионе не утихают атаки и взрывы. Только завчера Белгородский район попал под обстрелы 14 раз, пишет в своем телеграм-канале губернатор области Гладков. В частности, всё началось 22 мая, когда бойцы русского добровольческого корпуса Легиона Свобода России прорвали российскую границу на тяжелой технике и попали в Белгородскую область. В результате чего на российском пограничье произошли боевые столкновения. Также вчера вечером прозвучали взрывы во временно оккупированном Мариуполе. Телеграм-каналы сообщили о попадании по военной базе россиян на территории Азовстали. Также информацию подтвердили в пропагандистском РИА Новости. Пришло время возвращать свое. Залужный намекнул на начало контрнаступления. Главнокомандующий опубликовал мощный ролик с воинами ВСУ. Видео появилось в телеграм-канале Валерия Залужного. На кадрах украинские воины готовятся к битве, произнося боевую молитву. Украина, родная земля-мать, Господь, Отец наш небесный, благословите наше решительное наступление, нашу священную месть, нашу святую победу. В конце Валерий Залужный подписал видео «Настало время возвращать свое». Похоже, такого мощного ответа Роспропаганда, которая активно разгоняет фейки про смерть Залужного, не ожидала. Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Сергей Данилов заявил, что армия Украины готова к контрнаступлению. Об этом он рассказал в интервью BBC, пишет Униан. Наступление может начаться завтра, послезавтра или через неделю. Это было бы странно, если бы я назвал даты. Так нельзя. Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку. Интересно, что во время интервью секретарь РНБО прервался на срочное сообщение от президента Украины Владимира Зеленского по поводу контрнаступления. Президент вызвал его на встречу для обсуждения этой темы, подчеркивают СМИ. Тем временем контрнаступление нервно ждет и Россия. Террористическое государство хочет сорвать начало украинской атаки. Поэтому наносит массированные ракетные удары и совершает налеты беспилотниками по военной энергетической инфраструктуре, которые украинские военные успешно отбивают. Заявление главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина о выходе из Бахмута – ничто иное, как латентная капитуляция. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона. По его словам, российские войска значительно уменьшили активность на бахмутском направлении. Череватый считает, покинуть Бахмут Пригожина заставили огромные потери среди его наемников. «Пригожин пытается сохранить остатки своего военно-политического влияния. И он понимает, что еще несколько недель на этом направлении и его организации просто не будет существовать». Также Череватый добавил, что ротация российских войск уже началась, но вооруженные силы Украины продолжают наносить удары. «Насколько это массово и полностью ли выведет Пригожин подразделение своей преступной группировки, нужно немного времени, чтобы это выяснить». Также секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что вагнеровцы выходят из Бахмута в интервью BBC. Однако, по его словам, это не значит, что наемники ЧВК «Вагнер» перестанут воевать. Они собираются сосредоточиться на других фронтах. Начало выхода вагнеровцев из Бахмута подтвердили и в британской разведке. В сводке сообщается, что ротация будет продолжаться в несколько этапов, ведь россияне пытаются удержать фланги в окрестностях города. Заместительница министра обороны Украины Анна Малер на своей странице Фейсбук сообщила, что все попытки наступления россиян на бахмутском направлении безуспешны. Враг сделал ставку на нанесение авиаударов и интенсивные артобстрелы. Сейчас в городе и на флангах нет активных боев. Вооруженные силы Украины крепко держат занятые ранее высоты на севере и юге от Бахмута. К тому же пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал Харунджева Романа Дашкевича Олег Калашников ранее сообщал, что украинская артиллерия нанесла очень большие потери российским войскам и продолжает уничтожать артиллерийское вооружение противника, их боекомплект и технику. На российском федеральном канале открыто прозвучало заявление о том, что нужно сменить Путина на посту президента Российской Федерации. Это мнение озвучил в эфире одной из пропагандистских программ эксперт Борис Надеждин. По его словам, при нынешнем политическом режиме Европа не будет восстанавливать отношения с Россией. Эксперт считает, для того, чтобы что-то изменилось, нужно выбрать другого президента. Все встанет в свои места. В следующем году выбрать президента. Другого кого-нибудь выбрать, а не Путина. Все будет хорошо. Это заявление не понравилось ведущим пропагандистского канала. Они решили приостановить эфир. Все, давайте мы сделаем паузу. В то же время в России уже идет внутренняя борьба. В частности, российский террорист Игорь Гиркин не перестает подстрекать главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина. В своем телеграм-канале он указал, что Пригожин дважды сидел по уголовным статьям за мошенничество, разбой и сутенерство несовершеннолетних, а также имел отношение к крупнейшей финансовой пирамиде в Российской Федерации МММ. Военный преступник Гиркин решил потроллить путинского повара и задался вопросом, если бы у него было такое прошлое, упрекали бы его за давнишние дела. Террорист добавил, что если бы он был гарсоном-рецидивистом, то уже давно бы возглавлял регион Российской Федерации или командовал целой армией наемников. Ранее Гиркин заявлял, что если Пригожин придет к власти, то он всех сожрет.